Всем привет, с вами Информ ТВ. Слава пришла к Вике Стариковой в результате необычного стечения обстоятельств. Еще в 8-летнем возрасте маленькую девочку родители взяли с собой в Москву, чтобы там она приняла участие в конкурсе «Минута Славы». На отборочном туре Вика исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове». При этом она подыгрывала себе на пианино. И хотя голос маленькой певицы был еще недостаточно силен, ее детская непосредственность и искренность они не могли не произвести впечатления на зрителей. Однако мнение жюри было куда более жестким. А актриса Рената Литвинова, к слову, одна из самых скандальных судей на шоу и здесь проявила себя не лучшим образом. Она сильно раскритиковала выступление Вики. А известный телеведущий Владимир Познер, еще один член жюри, обидел Вику. Конечно же, такое жестокое наступление сломило девочку, и она расплакалась прямо на сцене. Но все-таки удача ей улыбнулась, и два другие члена жюри отдали свои голоса. Поэтому, несмотря на неприятности, Вика прошла в следующий тур. При этом зрители, которые были шокированы поведением судей, готовы были поддержать девочку и очень ей симпатизировали. В результате у Вики появилось много фанатов. После съемок на Первом канале она вернулась в Нижний Тагил. Там она стала призером на шоу «Человек года». Этот приз она завоевала за ту славу, которую принесла родному городу. Девочка не стала сдаваться. Она и дальше ходит в музыкальную школу, где значительно улучшила технику игры на фортепиано. На определенном этапе Вика зарегистрировалась в соцсетях, создала страницу в Инстаграме и открыла Ютуб-канал. Традиционно она выступает с песнями известных русских и иностранных исполнителей. Однако у Вики есть и свои работы, самые известные из которых – это «Детская песенка», «Лягушка» и «Три желания». На эту песню был выпущен клип, который собрал целых 58 миллионов просмотров. Согласитесь, это довольно большой результат для ребенка. Сейчас на Ютуб-канал Вики подписано 670 тысяч человек. Это огромная цифра для маленькой девочки. Так в чем же ее загадка? Может быть секрет в простом и незамысловатом исполнении всеми любимых песен? А может зрители видят в девочке ту самую изюминку? А вам нравится творчество Вики? Смотрели ли вы ее выступление на шоу «Минута славы»? Пишите в комментариях. А мы желаем Вике добиться успехов в творческой деятельности и не сдаваться, несмотря ни на что.